Сегодня надо ее приостановить. Больше выхода нет. Ну все, посмотрите, завтра видняшку будет. В строительной ловушке оказалась небольшая березовая роща около дома номер 53 на улице Новоселов. Здесь в прошлый четверг установили деревянный забор. В периметр попали деревья и кустарники на участке в десяток квадратных метров. Местные жители предполагают, что на их месте хотят построить офисное здание. Вот эта зелень защищает дом от дороги, от шума и пыли. Если этого не будет, то все, что надо было, все будет здесь. Я лично разговаривала с отделом строительства, с экологией. Все, дело сделано, земля не ваша. Вам нужно будет, как говорится, смириться с тем, что есть. Я говорю, а как же зеленая зона. Нас тут вот дорогу прорубили, мы молчали. Здесь деревья все повыкапывали, мы молчали. Макеонск поставили. Да, мы молчали. Деревья вот там, площадь оставили пустую, мы молчали. А теперь, когда уже пришли под окна, да. Не примут никаких решений. Будем на сайт выходить в администрацию президента, заснимем и отошлем все. Ну безобразие, ну так нельзя. Дети, внуки, куда их вывозить? По словам местных жителей, еще летом пропали небольшие деревца, которыми был засажен весь участок. Тогда этому не придали особого значения. Теперь против потенциального застройщика объединилось все ТСЖ. Людей поддержала партия КПРФ. Однако, кому именно предъявлять претензии, непонятно. По закону, около стройки должна быть табличка с информацией о застройщике. Однако, за почти неделю она так и не появилась. Мы сами вырубаем нашу страну березового сица. К чему мы придем? У нас будет город что? Магазинов? Мы всегда боролись против точечной застройки. И когда идет вот городская дума, коммунисты всегда против точечной застройки. Еще 20 лет назад на месте небольшой рощи был пустырь. Его благоустройством жители дома номер 53 занимались самостоятельно. На субботник вышли сразу после заселения. Произошло это в 1998 году. Привозили березки, вот там вот пустырь на полях, самозасев. Вот оттуда выкапали мы полтора метрового, метрового и сюда приносили. Еще каштанчики были, потом каштаны мы пересадили туда. Хотели весной поставить сами на свои средства лавочки сюда, чтобы отдохнуть, выйти, дышать ведь нечем. Совместно с депутатами фракции КПРФ активисты составили обращение в администрацию города. Его уже подписало более 30 присутствующих. Это не первый раз, когда партия помогает людям отстоять зеленые насаждения и парки. В агропроме хотели построить мебельный кластер, тоже нумеровали деревья. И дендропарк тоже часто мы проводили субботники, ежегодно фактически проводим субботники. К сожалению, дендропарк использовали застройщики для привлечения покупки квартир. Но дендропарк так такового до сих пор жители и не увидели. И мы, коммунисты, конечно, этот вопрос не оставим без внимания. Фракция КПРФ направила запросы в администрацию города, природоохранную прокуратуру и Министерство природопользования. Мы следим за развитием ситуации. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».